Бывает у тебя такое, что ты задумал что-то и через 10 минут ты уже это покупаешь? Ровно так случилось у меня, когда я покупал Xbox Series S. В один прекрасный день у меня просто переклинило в голове, что вот я хочу поиграть. Хочу на чем-нибудь поиграть, а дома у меня из игровых девайсов только iPhone, потому что iMac 24 на M1 не совсем может в игры и вариантов у меня больше не остается. Естественно, первая мысль, нужно купить PlayStation. PlayStation для меня всегда являлась флагманской консолью. Это как iPhone в мире смартфонов, так и PlayStation в мире игровых консолей. Для меня это the best of the best. Ни для кого не будет сюрпризом их нигде не найти, их нигде не купить. Это только разве что какие-то барыги, перекупы, продают их и на самом деле это вообще отдельная история. Ну идем дальше, соответственно, после PlayStation у нас первый идет Xbox Series X. Но на удивление и этой консоли тоже нигде не оказалось. Но остается Series S. Его найти, как оказалось, тоже не совсем просто. Я нашел человека, который перекуп, я не знаю кто он. Он, короче, сделал заказ в магазине и предлагает мне забрать его заказ и доплатить ему 2000 рублей. Естественно, мой пыл никакими двумя тысячами не погасить. И я рванул просто пулей на такси в этот магазин, чтобы встретиться с ним и забрать Xbox Series S. Когда я его открывал в магазине, у меня уже тогда был настоящий шок, потому что я офигел, насколько он компактный и насколько он маленький. Вот это, вот это вы называете Next Gen консолью. Я был просто в шоке. Ну и, конечно, заманчивые надписи, что-то типа 2K, 120 FPS, вот это все. То есть, ну блин, ехал я домой, конечно, довольный. На самом деле, с Xbox вообще дела до этого не имел никакого и для меня это был очень интересный, прикольный опыт. Вы видите, насколько консоль компактная. Я ее сравнил, для примера, с коробкой сока 2-литровой. Она реально практически размером с упаковку сока. Это очень-очень прикольный, милый, маленький, компактный девайс. С учетом, что блок питания встроен уже внутрь консоли, соответственно, это просто вообще уму непостижимо. Я подключил консоль, все хорошо, она достаточно тихая. При этом она теплая, сверху вот с этой турбины поднимаются такие горячие пары воздуха. Но это нормально, все-таки консоль достаточно мощная. У нее хороший такой процессор стоит. Чуть более слабая GPU, но в общем процессор мощный. Я первым делом, конечно же, кинулся устанавливать игры. А где их взять, если это у нас бездисковая версия консоли? И остается только купить подписку. Естественно, сразу же иду в магазин Эльдорадо. Ну, иду в смысле обратно, на сайт захожу, покупаю подписку себе за 3 600, по-моему, она стоила. 3 600 или 2 600. Сколько это стоило вот этот вот ультимейт на 3 месяца подписки? Чтобы вы понимали, он сразу дает достаточно большой список игр, которые ты можешь загрузить себе на консоли, играть в них сколько тебе угодно, пока действует подписка. То есть, достаточно удобная вещь, но не дешевая. Я это сделал, купил эту подписку, начал загружать игры. Здесь меня ждал первый сюрприз. Когда игры начали загружаться, я понял, что достаточно это долгий процесс. Гитажка весила, по-моему, еще 3 гигов 80. И, ну, первым делом я решил загрузить ее. Грузилась она у меня до самого вечера. И запустить ее удалось мне только почти под ночь уже. Я включил игру, и тут меня ждал самый главный и самый неприятный сюрприз. Бракованный геймпад. Да, геймпад Xbox это вообще отдельная история. То, насколько он шумный, насколько он хуже в плане оснащенности, в плане исполнения, в сравнении с тем же геймпадом от PS5 или даже PS4 или даже PS3. Давайте вот сейчас сравним. Стрелка на Xbox, геймпад нового поколения. Стрелка на DualSense. Я нажимаю. Вот. Мощь. Мне даже геймпад PS3 больше нравится, чем тот же самый Xbox. Я про это молчу. Это можно стерпеть. Но он бракованный собака оказался. Короче, не работала вибрация, и вместо того, чтобы вибрировать, геймпад просто издавал противнейший громкий треск, и вибрация вообще не ощущалась. Естественно, первая мысль у меня была, надо как-то схитрить. У меня была идея купить, допустим, целый геймпад, забрать его себе, подложить туда вот это сломанное и сдать его под видом брака. Ну, потому что не хотелось расставаться с консолью в первый день, тем более я переплатил 2000 перекупу, я купил подписку за 2600, я уже скачал игру. А как играть? Ну, лично я не могу смириться с тем, что вот такой вот у меня дефект присутствует. Можно просто отключить вибрацию, забыть, стерпеть, но я не стал. И единственный выход, который я увидел, это нести консоль обратно в МВидео. Благо, ее приняли, и через примерно недели-полторы мне позвонили и сказали, что, в принципе, мой Xbox готов, и я поехал в магазин. Как оказалось, готов, это типа образ, на самом деле просто подтвердили брак и вернули мне 27000. Ну, то есть, соответственно, моя потеря составила подписка и 2000, которые я переплатил тому чуваку. Этому чуваку я написал, что так случилось. Я не просил денег, ну, просто как бы чисто так, можно сказать, на интересе я ему рассказал, что вот консоль забрали, и вот так вот вышло. На что просто ему надо отдать должное, он мне сказал, что компенсирует и перевел мне 2000 рублей, которые должен был на мне заработать. И это просто, ну, меня прям заставило в людей поверить, потому что, блин, чувак, как бы вообще его вины тут нету, он эту консоль сам не проверял, не выкупал, просто мы с ним пришли, я вместе с ним забрал с магазина. Его услуга заключалась уже в том, что он мне дает возможность ее купить. И то, что он вернул мне 2000, это просто огромнейший респект, и я, блин, не думал, что еще такие люди остались. Что касается подписки, с ней уже ничего не сделать, подписка улетела. И если кто-то из вас хочет Xbox Ultimate, вот эту подписку на 3 месяца, там, лицензионные игры, все дела, напишите в комментариях об этом, напишите свою почту. Кому-то из вас я отправлю эту подписку на почту в течение, там, недели. Пускай комментариев чуть-чуть соберется. И сразу же скажу, что этой подпиской можно пользоваться, даже если у вас нет Xbox, вы просто можете ее у себя на компьютере активировать и играть в игры. То есть, без проблем. Любой Windows компьютер, ну и любой Xbox, если у тебя есть, пиши в комментариях свою почту. Через какое-то время я тебе вышлю этот код, он мне не нужен. В названии ролика я сказал, что Xbox Series S у меня превратился в PS5. И я не соврал. На самом деле, у меня появилась PlayStation 5. Я благодарен всей этой истории, всей этой ситуации с Xbox, потому что, если бы так не сложилось, если бы он оказался целый и рабочий, я бы остался с Xbox. А теперь у меня есть прекрасная, замечательная консоль последнего поколения, PlayStation 5, которой я несказанно рад. Вот у меня на второй день я уже себе даже купил второй геймпад. На случай, если с кем-то поиграть придется вдвоем. Заходите в гости, если что. В скором времени на канале выйдет обзор на PlayStation 5. Я расскажу, какие у него есть плюсы, какие минусы. Расскажу свои первые эмоции от этого гаджета. Сразу скажу, что это просто крышесносная вещь. Я ни капельки не жалею, что так все сложилось. И переплатить мне пришлось порядка, там, сколько? 20 тысяч, да, сверху за PlayStation. Блин, вообще не жалко. Вообще не жалко. Только за Last of Us чего стоит. Как-то так, ребята. Это первый ролик на моем канале про консоли. Не очень приятная история, которая закончилась достаточно приятно. Если кто-то из вас пользуется PlayStation 5 или Xbox Series S, Series X, напишите в комментариях свои мнения по поводу этих приставок. Как вы считаете, зря ли я купил PlayStation вместо Xbox? И вот это все. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok